здравствуйте сегодня 22 июня 2022 года одесса около 12 часов дня я хочу сказать что мы говорим только за одессу мы живем в одессе поэтому рассказываем только за одессу что мы сами лично видим слышим а что в других городах мы знаем и но мы про это не говорим иногда от редких случаях нет но есть другие каналы которые рассказывают что в других городах поэтому что у нас в одессе в одессе на прошлой неделе родились 134 малыша из них 64 мальчика 67 девочек и одна двойня хочу всех их поздравить мамочек и родителей пусть у них будет все хорошо и главное пусть они будут здоровенькие в одессе очень жарко сегодня на солнце мне кажется тоже не на солнце в тени 35 градусов а на солнце ощущение что очень жарко до 40 и выше ну это так ощущается естественно многие хотят идти на море с морем проблемы конечно можно пойти в парке да в парках сейчас много людей отдыхают в парках даже на лиман ездят но сейчас разрабатывают проект безопасных участков на пляже будут установлены там защитные сетки и установлены наблюдательные вышки люди смогут немножко окунуться в море немножко полежать на песочке как я раньше я рассказывала шоу в оперной от открылся оперный театр и показывают спектакли и также в оперном театре есть такие экскурсии которые называются закулисье оперного театра то очень интересные экскурсии там можно увидеть огромные вентиляционные шахты театра также покажут телескопическую лестницу при помощи которой чистят зрительный зал можно увидеть огромные кондиционеры которые регулируют температуру зала обязательно также можно будет видеть и посчитать сколько этажей театре на самом деле сколько этажей также можно будет постоять на сцене узнать секреты акустики под сцены тоже можно будет постоять можно посетить все будет сам зал театра также вы знаете и кто не знает в оперном театре есть музей оперного театра и там можно будет увидеть декорации костюмы старые афиши разного много всего интересного при этом будет ходить экскурсовод естественно все рассказывает интересные истории интересные легенды это интересная очень экскурсии кто захочет я в описании выложу телефоны можно будет узнать более подробно все позвонить и узнать и цену как это все проходит что еще такого интересного у нас воздействие в одессе есть такой музей музей блещунова и в нем есть арт пространство она называется квартира номер 6 вот там открылась персональная выставка художницы ирины потапенко выставка под названием подвальные хроники можно тоже посмотреть пойти интересно так что в одессе но в одессе все работает в магазинах есть продукты никакого дефицита нет также работают аптеки больницы кстати на базаре подешевела клубника и фрукта тоже и персики абрикосы стали дешевле но в такую жару просто все горит естественные цены падают а вот на помидоры огурцы почему-то цены не падают и на лук репчатый кстати а еще и на морковку тоже почему-то держат за цену цены я не знаю почему в магазинах цены до поднимаются где-то огни иногда опускают опускаться за счет что делают акции часто бывают акции за счет этих акций можно дешевле купить что там что у нас еще такого интересного до в такую жару конечно очень тяжело ходить но что ты делаешь надо ходить даже просто на работу мы вышли позже сегодня потому что в 10 часов начале 11 началась воздушная тревога а потом были слышны какие-то взрывы стрельба через некоторое время опять была слышна стрельба очень долго это было ну как долго минут пять десять может быть дольше но не во всех районах было слышно это было где-то вдалеке так нашем районе было слышно мы звонили родственникам в одних районах слышно в других нет я не буду называть районы кто живет в одессе знает где что было слышно что это я не знаю в общем но все хорошо сейчас по крайней мере по сравнению с другими городами где сейчас не очень все хорошо я хочу вам сказать берегите себя берегите своих близких берегите своих близких